Овны, доброе время суток. Давайте посмотрим, каким будет август для вас и как он проиграется в различных сферах вашей жизни. Настраиваемся на расклад. Я сейчас вложу все карты и потом мы будем трактовать. Начинаем. Работа, дом, финансы, личные отношения, неожиданность периода. Что будет вам помогать, что будет вам препятствовать в достижении ваших целей и совет от карт. Общая энергия месяца. Прекрасная карта. Тухспентакли. Он говорит о том, что это месяц неограниченных возможностей. Единственное, что от вас требуется, это заметить эти возможности и воспользоваться ими. Прекрасная карта. В плане работ. Двойка чаш. Замечательно. Данная карта говорит о том, что если вы ищете работу, здесь есть перспектива ее найти. Для тех, кто работает, уже трудоустроен. Данная карта говорит о том, что здесь может быть поддержка кого-то на рабочем месте. То есть вы кому-то можете оказывать поддержку, кто-то может оказывать вам поддержку. В принципе, месяц достаточно продуктивный. Если вы чего-то не знаете, не знаете, как сделать, что предпринять, как поступить и так далее, всегда есть кто-то рядом, кто вам подскажет. Если вы пенсионер, студент, либо человек, который в принципе не может работать, домохозяйка, либо в декретном отпуске, то здесь есть поддержка в плане работы. То есть кто-то будет помогать вам работать дома, то есть какие-то бытовые моменты, кто-то может оказать поддержку. Это может быть и мама, и свекровь, и теща, и в принципе ваш партнер и так далее и тому подобное. То есть энергия здесь очень хорошая, энергия поддержки. Далее, как это проиграется по финансам. Тоже очень хорошо, потому что шестерка чаш именно указывает на то, что в финансовом плане здесь больше идет семейный доход. Видите, кто-то кому-то помогает. То есть кто-то занимается тем, что больше делает работу по дому, кто-то зарабатывает больше денег, но все это идет в семейный бюджет. И каждый друг другу оказывает определенную поддержку. Кому-то может проиграться так, что дети поддерживают родителей, или для кого-то проиграется так, что родители поддерживают детей. В любом случае, очень хорошая атмосфера, очень хороший позитивный настрой в плане финансов. Может быть такое, что доход в семью идет и от родителей, и от детей, какой-то общий бюджет, есть какие-то общие траты. То есть разделение обязанностей и так далее и тому подобное. В плане дома тройка пентаклей. Опять-таки очень хорошая карта, которая может говорить о том, что все члены семьи думают о том, где они будут жить, как они будут жить. И желание здесь комфортного дома, уюта, спокойствия и так далее и тому подобное. То есть вкладываются в то, чтобы облагодарить свое жилище. И здесь идут определенные траты финансовые на дом. Для кого-то может быть переезд на новое место в плане аренды, либо в принципе покупки жилья. Для тех, кто купил уже жилье, здесь может проиграться так, что вы будете думать о вопросах ремонта. То есть вкладываться в то, чтобы ваше жилье выглядело лучше. Далее. Личные отношения. Пятерка жезла может говорить о том, что в плане личных отношений, да, могут быть какие-то несогласия с вашим партнером. Например, это могут быть вопросы воспитания детей, это могут быть вопросы распределения семейного бюджета, это могут быть вопросы, в принципе, мнения по тому или иному поводу. И, соответственно, здесь идут разногласия, потому что у вас одно может быть мнение, у вашего партнера другое мнение. Главное вот эту вот ситуацию не доводить до, скажем так, наколения, да, чтобы это не вылилось в конфликт, чтобы это все-таки было продуктивное обсуждение, да, а не так, что вы хотите что-то одно, партнер хочет другое, и все побери горшки и не разговариваем. Поэтому будьте здесь внимательны, чтобы не перегнуть палку. Для тех, кто ищет знакомство, хочет быть в отношениях, могут быть противоречивые мысли, потому что с одной стороны вроде хочется отношения, а с другой стороны вроде не хочется. Вот. Еще может быть такой момент, что вам кто-то приглянулся, но на этого человека большая конкуренция. Либо вы кому-то приглянулись, на вас большая конкуренция, но вас не особо кто устраивает. Вот такие моменты здесь могут проигрываться. Неожиданность периода. Здесь будьте внимательны, потому что для кого-то, безусловно, здесь может быть неожиданная беременность, поэтому если это не то, что вы хотите, будьте осторожны. Для кого-то в плане неожиданности может проиграться так, что... Постарайтесь не заболеть, не подхватить какие-то вирусы, чтобы не провести какое-то время, скажем так, дома в постели. В плане неожиданности, что еще может быть, что какие-то важные моменты, которые вы хотите разрешить, будут поставлены на паузу из-за других людей, либо обстоятельств. То есть будет неблагоприятное время для того, чтобы что-то разрешить. Опять-таки, если мы смотрим на отношения здесь, то может быть такой момент, что вам хотелось бы что-то поменять в отношениях, но на данном этапе это не совсем возможно. Некоторые, не все здесь могут жертвовать собой, либо своими интересами в отношениях. Поэтому тоже будьте, пожалуйста, внимательны. Что будет вам помогать? Четверка Пентакли говорит о том, что здесь есть желание отложить, создать финансовую подушку. То есть нужна какая-то большая сумма денег для каких-то больших покупок в августе. Соответственно, в августе здесь будете складывать денежку в кубышку. Что может вам препятствовать для достижения ваших целей? Это когда вы будете жертвовать своими интересами ради того, чтобы просто в семье был мир, либо на работе был мир, либо в окружении был мир. То есть о чем идет речь? Что иногда нужно действовать. Нужно действовать, да, мягко, но не давать все-таки ущемлять себя и свои интересы. Препятствовать что еще может вам, если вы будете перерабатывать? Потому что по данной карте здесь действительно вам нужно сохранять баланс. Баланс работы, баланс семьи. То есть чтобы было время на все и на себя в том числе. Вот это аспект есть. И как совет вам выпадает старший аркан звезда, который говорит о том, что какие ваши желания бы не были, вам не нужно терять надежду, потому что все может проиграться. Ваши желания могут исполниться. Единственное, что да, это не будет манная небесная, это все не упадет с неба. Нужно работать для того, чтобы получить то, что вы хотите. Но в принципе желание ваше исполнимо, поэтому не опускаем руки и работаем в нужном направлении. Ну что ж, мои дорогие овны, пишите мне, насколько резонирует с вами данный расклад. А с вами была я, Надя Райс. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok